книга открытым оком том 1 тема вера вопрос 12 не позволяет телу преобладать над духом сказал некто а не лучше ли соблюдать соразмерность тела и духа чтобы не удовлетворенное недоеданием и недосыпанием тела не беспокоило и не отвлекало от духовных дел золотая середина во всем должна быть так ли это отвечает игнатий тихонович лапкин соразмерность была присотворение и будет у спасенных вечности святые самые великие боролись с пожеланиями плоти римлянам 8 7 потому что плотские помышления суть вражда против бога ибо закону божию не покоряются да и не могут галатам 5 17 ибо плоть желает противного духа а дух противного плоти они друг другу противиться так что вы не то делайте что хотели бы изначально дух возвышен над плотью ибо духовная часть с родственна богу но не плотская и хотя бы человек всем умом и всем сердцем желал быть святым как свят бог но этому будет препятствовать его начаток то есть первоначальная часть того из чего он состоит земля земное плоть римлянам 7 15 ибо не понимаю что делаю потому что не то делаю что хочу а что ненавижу то делаю римлянам 7 19 доброго которого хочу не делаю а зло я которого не хочу делаю если же делаю то чего не хочу уже не я делаю то но живущий во мне грех ни о какой соразмерности между запросами рабы и госпожи нет и речи земное имеет тяготение к земному земная жизнь для того и дана чтобы мы работали не удовлетворению прихоти и похоти но воспитали в себе божественное чувствование переживание намерение филиппийцам 2 5 ибо в вас должны быть те же чувствования какие и во христе иисусе не экклесиаст 12 7 и возвратиться прах землю чем он и был а дух возвратился к богу который дал его свое к своему филиппийцам 3 21 который уничиженное тело наше преобразит так что оно будет сообразно славному телу его силою которую он действует и покоряет себе все это случится при воскресении из мертвых а до этого момента непрерывная борьба усмирение плоти 1 коринфянам 9 27 но усмиряю и порабощаю тело моё дабы проповедую другим самому не остаться недостойным не имея духовного опыта сектанты суемудрствуют о полной гармонии духа и тело в их жизни и когда их спрашиваешь если апостол павел усмирял и порабощал свое тело то как делают это они имея всегда при себе библию они начинают заново ее перелистывать растерянно смотрят друг на друга и могут издавать только нечленораздельное мычание то есть борьба и не была ими начата значит там плоть царствует и правит бал найти борцов с плотью среди них практически невозможно да и зачем если с первых же дня их приучает говорить что они спасены окончательно и бесповоротно и имеют жизнь вечную и это их коронный вопрос скобках ой простите в кавычках веришь ли что ты спасен и имеешь жизнь вечную вселенский же учитель павел через десятки лет после обращения при неимоверном напряжении сил этого сказать о себе не мог ибо понимал что он в пути и спасение не завершено а только совершается филиппийцам 2 12 итак возлюбленные мои как вы всегда были послушны не только в присутствии моем но гораздо более ныне во время отсутствия моего со страхом и трепетом совершайте свое спасение как постичь одиночество тайну в переполненном мире сегодня на банкетах в окопах брата не осве войсце и лапзания среди вспышек и блиц церемоний отшумели за здравные тосты сообща проклотив никотин от убитого тайна самосы сальдомора завернутом в простынь смерть встречают один на один о привычной тане тайна общения ласки матери верной жены постигается полно значения при внезапном твоем заключении на холодном бетоне тюрьмы темноте одинокий прохожий озирается зябко кругу каждый пень на убийцу похожий и мороз продирает под кожей каждый крик обдает кипятком смерть и страх от рождения до смерти одиночеством душит в ночи и среди суетной круговерти запираем границу и двери на запоры замки и крючки слепота эта тьма постоянно одиночество тайный недуг всевозможные беды окаянство помешательство тайного пьянства расползается жутью вокруг одинокий фонарь и диогена человека не может найти одиночество образ гиены поцелуй иуды измена раздробляет единство пути одиночество вышло из рая из последних известий змеи от стыда и позора сгорая одиноко листву собирает обольщенный владыка земли по пустыням отшельников кости проповедуют в шелесте трав на земле мы пришельцы и гости утопаем в болоте и злости милосердия основы поправ одиноко пред запахом тлена ужасаемся хлада могил молчаливо несутся моленья умирающий ждет сожаления единения с господом сил только в боге конец одиночества нет нужды воскресать журавлем пусть всегда будет мама так хочется пусть всегда буду я так и просится этот гимн в небесах воспоем игла игнатий тихонович лапкин тюрьма 1980 год